И сегодня мы с вами поговорим про дегельминтизацию. Зачем, как, когда и чем глистогонить лошадь? Начнем, наверное, пожалуй, с вопроса, зачем это делать. Встречал такое мнение, когда люди говорят, что вот в дикой природе же лошади живут себе без всяких антигельминтиков и ничего, никто не помирает, все прекрасно себя чувствуют. Друзья, дело в том, что в природе лошади могут сосредоточиться по гораздо-гораздо большей площади, чем на конюшне. На конюшне они все-таки живут более плотно и со своими и с чужими фекалиями встречаются гораздо чаще, к сожалению. Поэтому глистогонить нужно обязательно, а вот как это делать, на самом деле не все хорошо понимают. Еще где-то 20 лет назад наиболее распространенным методом дегельминтизации лошадей было глистогонить их часто, примерно каждые 2-3 месяца и все время менять препараты, то есть действующие вещества. Применять так называемый ротационный способ дегельминтизации. Но, к сожалению, у нас в стране очень многие до сих пор этим способом пользуются и даже многие ветврачи до сих пор его советуют. Хотя уже где-то лет 15 как специалисты, которые занимаются именно конной паразитологией, поняли, что вот такой метод, он на самом деле привел к повальной резистентности глистов вообще ко всем глистогонным средствам. Потому что смотрите, что получается. Вот мы травим лошадь одним глистогонным, если оно эффективное, ни одно средство не бывает на 100% эффективным. Все равно считается эффективным, если уничтожается где-то 97% яиц в кале. То есть это означает, что 3% глистов выживает и начинает размножаться и передавать свою резистентность своему потомству. Дальше через какое-то время вы это потомство травите другим глистогонным, из них тоже какая-то часть выживает и уже резистентность к двум глистогонным передает своему потомству и так далее. То есть вот такая вот система, она привела к тотальной резистентности. Самое печальное в том, что новых глистогонных средств, каких-то новых действующих веществ пока на горизонте не предвидится. И нам нужно очень аккуратно работать с тем, что у нас осталось. Поэтому на сегодняшний день концепция сильно поменялась вот с тех пор. И сейчас уже основная цель дегельминтизации заключается не в том, чтобы вытравить лошади 100% паразитов, потому что это все равно невозможно. Все равно какая-то живность в лошади будет оставаться. А самая главная задача вот этой вот процедуры заключается в том, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду. На территорию конюшни, на само здание конюшни, то есть на ту окружающую среду, в которой живут наши лошади. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok